Ирина Кусраева Политическую партию на ХАЗ возглавил новый лидер. Им стала депутат Зита Бесаева. Военно-патриотическая повесть «Красные линии». Книга известного российского автора Ивана Соловьева презентована в Цхинвале. Место для творческих натур. Станция юных техников отмечает 85 лет со дня образования. Республиканскую политическую партию на ХАЗ возглавила депутат парламента Зита Бесаева. В киноконцертном зале Чермен состоялся съезд делегатов партии. Ранее НХАЗ возглавлял избранный в прошлом году президент Алан Гаглоев. Глава государства выступил перед делегатами, обозначив первоочередные задачи по улучшению социальных условий граждан. Алан Гаглоев принял участие в съезде политической партии НХАЗ. Съезд проходил в государственном киноконцертном зале Чермен. Делегаты определили актуальные направления партии на текущий год. Президент Алан Гаглоев отметил, что работа депутата заключается в первую очередь в защите интересов граждан и поблагодарил однопартийцев за слаженную работу. Продолжение следует... Алан Гаглоев отметил значительную роль взаимодействия с населением. Он также обозначил, что не допустит разделения общества. Первостепенной задачей руководства республики является улучшение социальных условий граждан и призвал действовать в этом направлении всей командой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Говорил президент и о законодательных инициативах. Говорил президент и о законодательных инициативах. Говорил президент и о законодательных инициативах. Нам необходимо объединиться ради достижения национальных целей развития. И данные мной обещания во время предвыборной кампании будут непременно исполнены. На повестку дня вне очередного съезда было вынесено несколько вопросов. Главный – избрание нового председателя партии. Единогласным решением делегатов председателем партии избрана депутат парламента Зита Бесаева. Она отметила, что члены партии НХАС продолжат работу в выбранном направлении, а это законность, порядок и консолидация общества. После был избран новый состав полицовета, счётной и контрольно-ревизионной службы партии. Роза Тедеева, Зарина Кочиева, Алим Бетеев, информационный выпуск «Сегодня». Полностью материал о ходе съезда смотрите после вечернего выпуска новостей «Абун». Сегодня свой профессиональный праздник отмечают защитники государственных рубежей. Пограничной службе КГБ Южной Осетии исполнилось 18 лет со дня образования. Служба на границе по-прежнему остаётся сложной, но пограничники с честью выполняют свой долг, защищая интересы нашей Родины и народа. В непростых служебных условиях неизменно хранят верность присяге и добросовестно выполняют самые ответственные миссии. С профессиональным праздником пограничников поздравил и глава государства Лангаглоев. Цитата. «От вашего профессионализма, бдительности и слаженных действий зависит соблюдение порядка в пограничной зоне. Войны и пограничники служат гарантом безопасности государства от внешних угроз. Наш долг – почтить память тех, кто сложил головы во имя светлого будущего нашей страны и отдать дань мужеству, стойкости и самоотверженности бойцов, ежедневно несущих службу на боевом посту. Убеждён, что и впредь вы будете с честью и достоинством выполнять стоящие перед вами задачи», – говорится в поздравлении. В Южной Сети прошла презентация книги российского государственного и общественного деятеля, учёного, правоведа, писателя Ивана Соловёва. Это первое в Российской Федерации художественное произведение, посвящённое специальной военной операции на Украине, основанной на реальных событиях и судьбах военнослужащих на передовой. Книгу уже презентовали в разных городах России. Кроме того, экземпляры издания переданы на передовую и участникам СВО. В Югостинском государственном университете состоялась презентация книги «Красные линии» российского автора Ивана Соловёва о событиях на Украине. Издание вышло в свет в этом году в Москве тиражом тысячи экземпляров. В числе почётных гостей мероприятия был секретарь Совета безопасности Республики Южной Осетии Анатолий Плеев. Он поприветствовал писателя от имени президента республики. «Отрадно, что Иван Николаевичу нужно презентовать свою книгу у нас. Это ещё раз доказывает, что для него Южная Осетия, да, в целом Ясетия, родная бурильская страна. Мы рады всегда его видеть. Мы желаем ему больших турских успехов и надеемся, что его работа найдёт значительный открыт в нашей аудитории». С самого начала борьбы народов Донбасса и специальной военной операции на Украине и Южной Осетии оказывают поддержку дружественным республикам, отметил ректор университета Вадим Тедеев. «У нас работают в стенах Югостинского государства университета сотрудники, у которых сыновья, мужья в Барате сегодня принимают участие в специальной военной операции. Сегодня здесь Фатима Георгиевна, Матина Арсаровна, низкий вам поклон и в первую очередь желаю всем нашим ребятам вернуться на родину благополучными, здоровыми, живыми, вернуться с победой». Войнопатриотическая повесть «Красные линии» посвящена мужеству и отваге российских военнослужащих, их готовности пожертвовать собой ради спасения жизни боевых товарищей, безопасности и процветания Родины. Автор книги Иван Соловьев – государственный и общественный деятель, доктор юридических наук, профессор. На написание книги у автора ушло два года. «Презентация, конечно, состоялась в Донецке, как только вышла книга. Не прошло и недели, как я сгрузил весь тираж и повез это все в Донецк. Там, конечно, была одна трудность, скажу сразу, да, вот здесь мы собираемся, все замечательно, безопасно, но там, к сожалению, нужно было найти такую аудиторию, где бы, так сказать, куда бы ни прилетело тут же с украинской стороны иное количество натовских, ну или из города они тоже очень любят запускать». После презентации в Южной Осетии Соловьев планирует ознакомить со своим трудом жителей других городов России. В планах автора написать продолжение книги под названием «За красными линиями», где будут указаны и герои из Осетии. Эльвиря Дебилова, Заур Стаев, Зарей Марсоева, информационный выпуск сегодня. В зимний период дорожные службы ежедневно ведут мониторинг состояния республиканских дорог. Снегоуборочная техника ГУП «Дорекс Построй» находится в режиме готовности. Накануне в результате осадков основные силы были брошены на расчистку транскама. Несколько единиц техники работало на дорогах, ведущие в районы республики. По словам председателя Комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, ведомство испытывает нехватку в специальной снегоуборочной технике. В этой связи не всегда удается расчистить дорогу вовремя. Для обеспечения безопасного проезда автотранспорта с раннего утра дорожная техника провела обсыпку трасс противогололедными реагентами. Мы попросили вчера помощи джавского ЖКХ, и они нам предоставили одну единицу техники. Ваим, байдай, что у нас отставание в направлении Знаурской и Ленингорской дороги на пару часов. То есть начали работу с транскама, и порядка к 9-10 часам мы добираемся до Знаура. Все, что было в силах дорожников, вчера было выполнено. Схимвальская станция юных техников отмечает юбилейную дату – 85 лет со дня образования. Излюбленное место детей, где они с пользой проводят свой досуг. За годы работы учреждения выпущено не одно поколение воспитанников. Здесь им были привиты навыки, которые пригодились уже во взрослой профессиональной деятельности, став примерными представителями нашего общества. Более 200 детей в месяц посещают станцию юных техников. Им предоставляется широкая возможность для занятий в различных интересных объединениях, а их здесь 16. Этот год для станции юбилейной накануне образовательному учреждению исполнилось 85 лет. Поэтому все проводимые значимые мероприятия будут приурочены к этому событию, а их планируют провести немало. Благовозможность и условия для этого есть. Будем проводить открытые мастер-классы, будем выезжать в село, проводить мастер-классы там. Последнее время мы смогли приобрести дополнительное оборудование. Вот сейчас нам это позволяет проводить более такие расширенные мероприятия. Открылись еще дополнительно несколько направлений, несколько объединений. Детская техническая станция была основана в 1937 году. Одноэтажное здание тогда еще располагалось на территории Большого парка. В учреждении действовало пять кружков. С увеличением количества желающих посещать занятия возникла необходимость для расширения. Тогда и было построено двухэтажное здание. А благодаря усердию преподавателей станция пользуется большой популярностью среди подрастающего поколения. Основная заслуга тех людей, которые на протяжении долгих лет здесь работали, которые, в принципе, сохранили вот эти традиции станций юных техников, которые в тяжелые времена оставили свою работу, продолжали работать. И в первую очередь благодарность, конечно, им, нашим ветеранам, которые вложили большой вклад в развитие станции. И мы сегодня пользуемся, в принципе, этими благами. Разнообразие кружков привлекает все больше детей. Здесь каждый сможет найти что-то свое. Работа с материалами из дерева, 3D-моделирование, архитектурный кружок и так далее. Одним из полюбившихся видов занятий уже многие годы остается робототехника. Дети с удовольствием ходят на кружок выжигания по дереву. Салфетницы для мам, игрушечные пистолеты и мечи. И все это они могут изготовить без посторонней помощи. Делаю подставку для салфеток. Делаю один урок где-то 2-3 часа. Я зараза на салфетнице. Уже два уроки разу. По словам директора Наримана Калаева, к ним на обучение приходят не только дети. Некоторые кружки посещают и взрослые. Очень интересный момент, что к нам приходят уже и взрослые люди. Тоже интересуются, как им нужно работать руками, что можно делать руками, какие технологии современные есть. Поэтому мы немножко так расширяем горизонты. Это тоже радует, что люди начали интересоваться. Руководство образовательного учреждения не собирается останавливаться на достигнутом. В планах открыть кружок по IT-технологиям. Это может быть микроэлектроника, которая очень актуальна и востребована в наше время. К сожалению, есть нехватка специалистов, но руководство станции старается решить эту проблему в ближайшем будущем и воплотить идею в жизнь. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Азамат Кудзев, Зарим Арсоева, информационный выпуск сегодня. Югостинский борец вольного стиля Арсений Джоев стал обладателем бронзовой награды Гран-при Иван Ярыкин. Соревнования проходили в Красноярске. Это большой успех для 20-летнего спортсмена. Ведь даже быть участником турнира – это уже большое достижение. По регламенту к соревнованиям допускаются только лучшие борцы. Арсений такого права добился, выиграв первенство России среди спортсменов до 21 года. На международном турнире Гран-при Иван Ярыкин Арсений Джоев провел 4 схватки. В первой встрече осетинский спортсмен одолел представителя Чечни Магомед Мурада Дадаева. В следующей встрече 20-летнему борцу противостоял именитый осетинский борец Гурам Черткоев. Тут более удачливее оказался Черткоев, который вышел в финал, а Арсений поборолся за бронзовую награду. Сначала он досрочно выиграл монгольского борца, а в схватке за третье место одолел дагестанца Каримова. Арсений смог показать достойный результат в новом для себя весе. Если в прошлом году он выиграл первенство России в весе до 79 килограммов, то за полгода сильно прибавил и уже в этом году выступал в весовой категории до 86 килограммов. Турнир является самым важным стартом страны после чемпионата России. По традиции, Кубок Ивана Ерыгина определяет спортсменов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы. Благодаря успеху на соревнованиях на молодого спортсмена обратили внимание тренеры сборной России. Арсений Джиоев был приглашен на сборы в Сочи. Арсений Джиоев решительно настроен и дальше продолжать покорять вершину спортивного Олимпа, чтобы прославлять Осетию и Россию. Агунда Губозова, Батрат Схурев, информационный выпуск. Сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 4 февраля. Далее прогноз погоды на завтра, 4 февраля. У меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание и хороших вам выходных.